Я, честно, не знал, чем мне заниматься. Ну, я про то, что сделал много вещей, чтобы оказаться там, где ты сейчас есть. Мы сейчас вот вас здесь закрутим, потому что у нас есть вся инфраструктура, и вам Карачун Церетелли. Такие, да, вот эти вот войны были, я помню. Абсолютно точно. Ну, то есть в тот момент времени телеком где-то, наверное, в 2012-2014 году принял решение, что вот мы Баба-Яга, Баба-Яга против. И совершенно случайно, в воле и случая, просто в воле и случая, я оказался работником склада в телекоме в компании Билайт. Всем привет, у нас в гостях Сергей Тоболин, подкаст «Хлеб подай 2%» у меня называется, я не знаю, ты видел или нет. Да, да, видел, видел. Так, Сергей, директор по маркетингу B2B Ростелеком. Все правильно сказал? Все верно сказал. У меня самая волнительная часть для меня, как обычно. Сергей, смотри, давай с чего начнем. Расскажи немножко про свой карьерный путь, я знаю, он тебя был довольно интересным. Немножко вот с чего начал, к чему пришел, потом по вопросам двинемся. Я вот про историю телекома очень хочу узнать. Хорошо, ну по поводу карьерного пути, на самом деле недавно давал тоже интервью для ребят для одной компании. Комплет, ты наверняка знаешь, который занимается автоматизацией бизнеса. И там был схожий вопрос, да, то есть вот и сейчас вообще часто студенты, когда я преподаю в Плехануке, в высшей школе экономики или в Сколково, они задают вопрос, вот это вообще реально построить свою карьеру без связи до директора по маркетингу B2B Ростелекома, да, там, крупнейшего цифрового провайдера в России. Скажу так, да, если поставить перед собой конкретные цели, это вполне реально. У меня не было ни дядь, ни теть, ни там людей, которые меня пропихивали. У меня была исключительно только моя воля, мой опыт и те знания, которые я трансформировал как раз в возможности, которые на карьерном пути всегда происходят вообще с любым человеком, да. Потому что любая кризисная ситуация, это возможность для простого человека двинуться дальше. Вот, если говорить за мою карьеру, если говорить за мою карьеру, то она у меня развивалась довольно просто. Я, как и большинство людей из 90-х, детей 90-х, я честно не знал, чем мне заниматься. Ну реально не знал, чем мне заниматься. Так я и пришел в подажу, я по себе. Да, 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 это вот одна из составляющих. Я не знал, чем мне заниматься, поэтому не придумал ничего лучше, чем отучиться на юриста и пойти в армию. Да, то есть отслужив в армии два года, я начал думать, а где же мне стоит учиться или работать. И совершенно случайно, в воле случая, просто в воле случая, я оказался работником склада в телекоме в компании Билайн. То есть это вообще было волей случая, на складе никто не приживался, не могли найти сотрудника. И через, моя мама тоже работала в тот момент времени в Билайне, был широкий поиск хэдхантера, тогда особо не было. Да, да, вспоминаем это 2000, сейчас я скажу, когда это произошло, 2003 год, то есть хэдхантера особо нету, никаких суперджобов и прочих замечательных цифровых сервисов, которые сегодня есть. Да, газеты из рук руки, и газеты из рук руки поставляют плохих работников склада. А я только пришел с армии, вроде бы работящий, мне сразу же предлагают, и я иду работать на склад. Работа на склад, просто складским работником, который занимается большими, скажем так, отправками, вот именно в тот момент времени я ощутил, что же такое растущая индустрия. Когда бизнес становится из бутикового, а в тот момент времени телеком становился из бутикового, он перемещается в бизнес уже крупный. Да, когда большое количество пользователей начинает пользоваться продуктом, у которого даже не нужно УТП, который сам по себе дает возможность сократить расстояние, в частности коммуникации, телеком, который представлял. Я помню, карты России онлайн были 5 часов, 10 часов, 20, 50, я помню еще. Абсолютно. И вот в течение, наверное, с 2003 по 2008 год я в телекоме перепробовал огромное количество различных профессий. Ну, как молодой человек, мне было интересно посмотреть, а что же происходит с абонентским оборудованием, то есть огромное количество вот с телефонами, что с ними происходит. Был живой интерес. А что происходит в области логистики, да, то есть каким образом все устроено с точки зрения перемещения грузов, как стоит работать с партнерами, с контрагентами, с поставщиками, каким образом нормализовывать взаимодействие между подразделениями, филиалами, только купленными компаниями. Да, вот это все мне было очень сильно интересно. Поработал даже какой-то небольшой промежуток времени в финансах, да, то есть было интересно, как, собственно говоря, происходит работа и взаимодействие в области закупок, да. То есть я там был в подразделении, которое занималось закупками. То есть я охватил вот эти все перечни и занимал, ну, собственно говоря, у меня были звенья, это были менеджерские ставки, то есть я не снискал каких-то больших высот в области передвижения вертикального, да, это скорее было горизонтально интересно. То есть я искал просто-напросто себя, да, искал себя. Одновременно я поступил на учебу в Московский государственный университет печати имени Федора. Значит, имени Федорова это очень интересное такое место, мекка для рекламистов того времени, да, то есть для, фактически, ты когда оттуда выходил, у тебя было два подхода, да, к снаряду. Первый подход к снаряду ты либо шел в полиграфию, да, полиграфию, которая занималась как раз печатью постматериалов, рекламе всего остального, либо ты шел в рекламный бизнес, исходя из подноготной, ты понимал, что вообще происходит. Ну, глобально что происходит, где можно сэкономить с точки зрения печати, где это можно сделать выгодно. Ну, и, собственно говоря, учился я на рекламном факультете. И вот все так одновременно шло до момента 2008 года, когда я вдруг для себя понял, что на самом деле я впервые, когда пошел в рекламу как раз учиться именно, меня просто заинтересовало вообще, как это все работает, да, то есть я слышал какие-то такие мифические знания в виде там Игоря Мана, который запускал, значит, свои первые книги в области пиара и ораторского искусства. Я слышал там Радослава Гондопаса, да, то есть бывал уже на их семинарах, которые очень дорого стоили. И понимал, что вот это вот такая стезя, которая мне интересна. Ну, и плюс я учился, получал вот эти вот знания в области профессионального рекламщика, да, то есть фактически. И дальше произошло следующее, что я понял, что роль реклам, директора по рекламе, она смещается в роль директора по маркетингу. То есть вот в этот момент времени, как раз в промежуток 2007, 2005, 2008 происходила трансформация роли директора по рекламе. То есть он оказывался скорее начальником отдела, начальником подразделения в области большого маркетинга, в котором происходила действительно большая, огромная революция. И вот в этой революции, в этой революции глобально мне захотелось поучаствовать. То есть это был мой такой первый подход к снаряду в области именно развития маркетинга. Мне захотелось поучаствовать в этой революции. Поскольку я передвигался по горизонтали в области карьеры, я перешел на позицию простого менеджера по технологическому сопровождению маркетинга, то есть в перечень моих активностей входило настройки тарифных предложений, тарифных планов, как их необходимо настроить, сколько они должны стоить, ну и прочие-прочие-прочие вещи. И вот как только я в это попал, я сразу же понял, что маркетинг это настолько интересная вообще составляющая в рамках коммерческой организации, что по сути говоря маркетинг это наука о рынке, то есть с помощью маркетинга компания может совершать ну просто там огромные рывки. В этот же момент времени, я напомню, то есть я перешел маркетинг в 2008 году, произошла революция, сначала которая была непонятно, что это революция, на самом деле это произошла огромная революция, создание собственно говоря App Store, создание iPhone, позже создание Google Play и смартфонов на Google Play. Сейчас уже кажется, что мы вообще не смотрим все с компьютера. Абсолютно точно, то есть произошла революция, то есть та революция, которая создаст новый абсолютно парадигму компаний цифровых, которые будут, кстати говоря, потом, впоследствии, буквально в течение 10 лет выбивать, собственно говоря, деньги из-под телекома, того же самого российского и зарубежного. Да, поскольку телеком в тот момент времени даже не представлял, что он когда-то потеряет деньги от SMS, от SMS, которые отправляли в миллионных количествах абонентов. А были же эти истории, когда там ребята звонили по WhatsApp, у них снимали деньги, там какие-то такие, да, вот эти вот войны были, я помню. Абсолютно точно, ну то есть в тот момент времени телеком где-то, наверное, в 2012-2013 году принял решение, что вот мы Баба Яга, Баба Яга против, мы сейчас вот вас здесь закрутим, потому что у нас есть вся инфраструктура и вам Карачун, Карачун Церетелли. Но пользователи сказали, нет, ребята, вы ничего не будете закручивать, это даже сказали не компании Viber, WhatsApp, да, позже Telegram и иные, собственно говоря, компании, которые стали развиваться на этой волне, новые так называемые New Age социальные сети, мессенджеры и прочее, да, то есть они сказали, не-не-не, ребята, мы вообще ничего не будем говорить, вон там ваш клиент, вот вы клиенту это объясните. И вот в этот момент времени, мне кажется, что произошла парадигма, конечно, слома, изменения телекома от мысли о том, что мы можем диктовать каким-то другим компаниям, но мы не можем диктовать ничего клиентам и, соответственно, этим же компаниям, это была такой слом очень интересный 2015-го, но забегай немножко вперед. Так вот, в 2008 году, в 2008 году произошли эти события, ну и я попал в маркетинг. Мне стало очень интересно и в течение четырех лет я перепробовал в маркетинге вообще абсолютно все. То есть я брался за любую работу, которую мне давал мой руководитель и даже если мой руководитель не давал мне эту работу, я читал что-то новое и начинал применять это в своей работе. То есть я занимался ценообразованием, то есть все, что связано с прайсингом, я занимался промоушеном, то есть все, что связано с продвижением локально на московском рынке. То есть я работал, получается, в Билайне менеджером по маркетингу и дальше приставки постоянно меняются, технологические, ценообразование, продвижение, маркетинг, BTL, событийный маркетинг. То есть я охватил вот за эти четыре года, которые я работал до 2012 года, я охватил абсолютно все сферы маркетинга, которые можно было охватить, да, то есть которые можно было охватить и в действительности которых нуждался Билайн. Важный момент, что я для себя сразу же выбрал направление при построении карьеры, мне было очень интересно именно разобраться с B2B, поэтому я пошел работать в дирекцию по маркетингу B2B. И именно там фактически состоялся как профессионал, потому что, ну вот, B2B мне очень сильно нравилось, поскольку там довольно много различных связей, как вертикальных, так и горизонтальных с компаниями. И компании сами по себе и подходы о работе с этим компаниями абсолютно разные, разнообразные, ну то есть вот вообще на сто процентов, да, то есть нет ничего общего, кроме наименования, кроме произведения коммерческой деятельности между предпринимателем с оборотом, да, там до 100 миллионов рублей в год и компанией списка топ 500 Forbes. Ну ничего общего нет, да, то есть фактически кроме того, что у них есть просто наименование, что они занимаются по уставу, они занимаются коммерческой деятельностью. И это именно такие разрезы, они очень интересны, потому что с ними интересно по-разному работать. Так вот, за эти 4 года я совершенно занимался разными упражнениями и вот в какой-то момент времени я оказался готов для того, чтобы мне поставили очень большой челлендж. Нам нужно было, мне нужно было помочь директору по B2B продажам, ну собственно говоря, добиться очень больших высот на рынке московского региона. Московского региона с точки зрения выручки, с точки зрения клиентов, задача была занять большую долю рынка. В тот момент времени красные были лидерами рынка корпоративного, так исторически сложилось, вот, но интересно было то, что вот как раз в 2008 году, когда я переходил из подразделения логистики в подразделение маркетинга, произошло тоже такое очень важное событие на рынке телекома, что он изменился. То есть, фактически, Beeline стал первой компанией, у кого стал разные холдинги, да, то есть B2C, B2B направлении, и первой компанией, которую можно было назвать таким вот прообразом конвергентного провайдера. То есть, грубо, экосистемного игрока, как сегодня это любят говорить, называть, да, то есть фактически у Beeline была экосистема, была мобильная связь, была фиксированная связь, был мобильный интернет, был фиксированный интернет, то есть это все были инфраструктурные продукты, которые можно было в скоупе едино клиенту продавать, ну, то есть такое начало, совсем начало подхода к работе, переосмыслению, взаимодействию с клиентом. Так вот, если там говорить дальше, если говорить дальше, то дальше моя карьера стала такой нарастающей, то есть в 2012 году я стал руководителем департамента по маркетингу B2B Beeline бизнес в московском регионе. За полтора года я добился очень конкретных с директором по, естественно, поскольку маркетинг B2B в большей степени, в отличие от B2C, взаимодействует с продажами, потому что там довольно много фейс-то-фейс работы, да, с ИЛА, поэтому нам важно ему давать такие правильные, помимо построения бренда, да, и работы взаимодействия. Мне нравится это слушать, потому что у меня, я прям вот немножко прерву, я, ну, я сейчас не работаю в найме, но когда ходил по собеседованиям, я всем задал вопрос, который никому не нравился. То есть я говорю, ребят, классно вы продаете продукты, а у вас есть позиционирование на рынке B2B? И очень мало компаний не отвечало, причем, ну, там, я не знаю, там, Викиум, например, продают тренажер для мозга, прикольно. Я говорю, а как вас, знает компания ваша потенциальная B2B? Он говорит, и мне человек отвечает, в полном серьезе, мы хотим заказать рекламу и трансформатора. Я говорю, ну, что вы хотите. Да, понимаешь меня, в общем, это, я считаю, это суперважно и круто, что ты это подсвечиваешь, что у меня тоже гости там, у меня был подкаст, с Гамином Костойлым, он рассказывал, как это взаимодействие между ссылами, преселами и маркетологами, как искусство выживания, вот мы так называли. Ну, то есть прям, круто, ладно. Да, это было очень крутое время, потому что, действительно, когда происходит вот эта вот синергия между ссылами B2B, с лзами и маркетингом B2B, происходит, мне кажется, какая-то феноменальная химия, которая компанию дает очень быстрый рост. И мне часто за этот вопрос, слушай, ну, а стоит вот, опять же, те же самые студенты, слушай, а стоит вот компания, которая занимается традиционным бизнесом, стоит ли вот бросать все и полетели заниматься цифровой трансформацией, чтобы стать цифровой компанией? Вот, на мой взгляд, огульно это делать абсолютно не нужно, почему? Потому что это вредно для компании, ДНК другое, то есть ДНК традиционная абсолютно отличается от ДНК тех компаний, которые организовались фактически 12 лет назад, вот в периоде 12-14 лет назад, цифровые монстры, которые стали такими вот большими монстрами, которые активно развиваются, да, даже если они сегодня там находятся в среднем бизнесе. ДНК компании совсем другой, то есть совершенно другой подход. Но вот использование, как раз синергия между подразделениями внутри компании, оно может дать такой эффект очень крутой, разорвавшейся такой мины. Хороший буст. Да, хороший буст, хороший буст, хороший эффект для того, чтобы ты себя на рынке хорошо чувствовал, да, то есть огульно бежать в цифровую трансформацию абсолютно бесполезно. Мысли людей другие. Другие мысли, другой типология людей, которые приходят, да, это сейчас активно меняется, конечно, происходят изменения. Ну вот я даже там простой пример скажу, в Ростоликом в 2017 году там получилась вообще там сумасшедшая синергия, там были люди и из Тинькова, и из Мегафона, и из Билайна, и из Яндекса. То есть это был совершенно другой тип мышления людей, которые меняли компанию, да, и сейчас меняют компанию. Ну то есть это был такой прям вот совершенно новая кровь, когда запускается, когда задают вопрос, блин, что полезного, например, в беге. Я всегда отвечаю, что самое главное и самое крутое в беге это, ну помимо медитации в движении и прочих там замечательных слов и фраз умных, проосознанность, это возможность постоянно обновления крови, то есть так циркулируется кровь, что ты бегаешь, и у тебя циркулируется, обновляется кровь. Это один из самых ключевых моментов пользы бега для тебя, да, для тебя как для человека. И вот здесь такая же история, когда у тебя происходит синергия и синхронизация между подразделениями, происходит такой мегабум, и ты можешь активно развиваться, выбивая цифровые компании из твоей традиционной ниши, на которую они приходят. Но продолжу. И дальше произошло следующий эффект, как мне кажется, эффект очень быстрого масштабирования и применения того опыта и знания, которые у меня появились. То есть в какой-то момент промежуток времени я был чуть ли не одним из главных сепаратистов в области маркетинга, билайн-бизнеса, и говорил, что в федеральном центре непонятно какие-то чуваки сидят, боксеры, теоретики, ничего не знают, как нужно правильно делать. И в какой-то момент времени, когда происходила очередная трансформация внутри компании, появлялся новый генеральный директор и вице-президент B2B, меня пригласили и сказали, слушай, ну раз ты такой у нас умный, иди возглавляй, становись руководителем по маркетингу малого и среднего бизнеса, билайн-бизнеса, на всей территории страны. Тоже удалось это сделать, удалось добиться больших показателей, которые передо мной ставили руководители, и которые я сам перед собой ставил. Удалось даже запустить, находясь в должности руководителя на следующей позиции руководителя операционного маркетинга, мне удалось запустить первый в России SaaS-продукт, комплексное решение, в которое бы в себя включало все вообще типы того времени коммуникации, то есть и корпоративный мессенджер, и виртуальную телефонию, и мобильную связь, и прочее. И изменить вообще сознание менеджеров по продажам от продажи сим-карт к представлению сервисам лицензий, то есть мы были первые, кто это на рынке сделал с точки зрения провайдеров телекома и IT, соединив эти совершенно разные сервисы в рамках одной конкретной платформы, которая получила название, мне захотелось ее назвать, мне очень нравится, как развивалась компания 1С, и у них есть такой замечательный продукт, 11 предприятий, я так подумал, блин, классно будет, если бы появился классный продукт, который назывался мобильное предприятие, то есть сама по себе мобильность сегодня, в тот момент времени, это 2016-2017 год, мобильность становилась таким очень хорошим трендом для развития вообще компании, то есть быстрота принятия решений и коммуникации, и все мы это объединили в рамках одного, собственно говоря, продукта, как раз который назывался мобильное предприятие. А все это осталось незавидчивым на рынке, то есть это заметили на рынке, и в какой-то промежуток времени, летом 2017 года, меня пригласили в Ростелеком, потому что ключевая задача Ростелекома того времени было собрать компанию и изменить себя внутри, что я умел делать, и после этого перезапустить себя, изменить себя снаружи. Мне вот интересно изменить внутри, я просто знаю, что вот, как вот, есть там такое выражение, что обучение – это открытость к изменениям, да, какие основные такие шоу-стопперы, наверное, скажу, со стороны компаний, со стороны людей, ну, потому что я часто с этим сталкиваюсь, да, что, ну, в любом случае, даже когда ты что-то продаешь, ты где-то работаешь там не только с возражениями, а работаешь вообще с установками бывает, да, и там, ну, чем сложнее у тебя продукт, тем, ну, я, например, продаю, бывает, консалтинг, ну, я просто приведу пример, ты наверняка знаешь, что если человек не пользовался услугами консалтингов, вряд ли он тебя их купит. Абсолютно точно. Потому что он считает, что вы можете просто посидеть, поболтать, и ты ему расскажешь… Ну, что все консалтеры – бездельники. Да, да, ты ему расскажешь сфекральную информацию, которую ты 20 лет изучал, ну, там, я не 20 лет, скажем, 10 лет, да, и все будут счастливы. Вот с какими ты трудностями столкнулся, когда менять сознание – это, ну, непростая история, я считаю. Абсолютно точно. Смотри, когда меня пригласили, здесь была очень интересная история. Вообще, Ростелеком – это такой пэтчворк, лоскутное одеяло совершенно разных действительностей, как российское государство, да. В российском государстве есть условно приемные налоговые и тут же МФЦ, современные абсолютно, да. Поэтому Ростелеком, как изначально, как компания, он развивался первоначально, как, ну, скорее, акционерное общество, у которого есть конкретный акционер в лице государства. На каком-то этапе произошло переосмысление развития компании и приняли решение, что компания должна развиваться как коммерчески успешная организация. И вот с этого момента времени, это 2016 год, все изменилось, да, то есть начали появляться интересные люди, которые уже чего-то добились в области B2C, в области HR, в области финансов, в области построения инфраструктурных компаний, да, и так далее, и тому подобное. И ДНК-компания начала, во-первых, меняться, во-вторых, вот если возвращаться к моему блоку по маркетингу, то здесь была очень интересная ситуация, значит, во-первых, когда я пришел в маркетинг, был, ну, первое, абсолютный полный хаос с точки зрения региональных сотрудников, то есть их было очень большое количество, они были никак не объединены, они друг друга не знали, и это была такая отдельная конная гвардия по лесам и по морям, по рекам России. Ну, то есть, ребята что-то делают, кто-то делает много полезного, кто-то немного полезного, оценить их вложение, эффективность в общий Ростелеком невозможно от того, как бы вопрос, а вообще эти маркетологи нужны или не нужны, да, это с одной стороны. С другой стороны, в корпоративном центре, то есть в штабе, значит, и в Минастерите, назовем это так, потому что само по себе, но если ты увидишь там Ростелеком, когда не будешь забивать, то похоже здание такой на Минастерит из Властелина колец, на такое большое белое здание, находится на Гончарной, на Котельнической набережной, очень хорошо на просмотр, такое белое большое здание. Ну, это если так, в кавычках говорит Минастерит. Вот, так вот, в штабе, когда я пришел, было всего три маркетолога B2B, в тот момент времени, ну, чтобы было понимание, в Билайн Бизнес их было около 45, вот, то есть все прекрасно понимали, что необходимо делать, что B2B стоит вкладывать деньги, потому что это дает быстрый возврат, скажем так. Поэтому у меня была такая нестандартная ситуация, то есть, с одной стороны, нужно было произвести большие внутренние изменения на расстоянии России, объединив абсолютно разрозненные, децентрализованные, деэффективные подразделения. С одной стороны, с другой стороны, необходимо было собрать быстро и в кратчайшие сроки профессиональную команду, которая бы сделала четкое позиционирование, четкий прайсинг единый, централизованный, очень прозрачную и конкретную аналитику, сделала бы яркую упаковку всего этого дела, продвинула бы это с помощью онлайн и оффлайн коммуникации. Ну и, наконец, сделала бы правильные метрики, замеры с точки зрения изучения вообще потребительского спроса на рынке и внутреннего самочувствия нашей клиентской базы. Ну, команда была собрана в течение, там, 100 первых дней, я это все дело собрал. Это очень быстро, мне кажется, для, там, объемы, там, видимо, были внушительные, я понимаю. Да, 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 нужно, я очень быстро действовал, то есть, мне нужно было это очень быстро сделать. У меня, кстати, вот, вопрос родился один. Да. Я понимаю, человек, который нанимал много, большое количество людей, ну, у всех там разные, там, ну, ты понимаешь, всех разных психотипов, там, тебе проводят с одними людьми работать, кому-то другому, там, комфортнее с другими. Вот, просто интересно, а что для тебя самый большой вот такой красный флаг при подборе человека? Вот прям вот, я вот точно этого человека не возьму. Ты знаешь, я тебе сейчас скажу два момента. Первый момент, я, во-первых, наверное, нестандартно готовлюсь к собеседованию, я читаю резюме человека до собеседования. Это очень хороший, я просто респект. Вот, потому что я считаю полным неуважением и кретинизмом читать в моменте собеседования, а так делают 95%, к сожалению. Вот, это момент номер один. То есть, я уже, у меня происходит первая фильтрация людей, как бы, подходит, они, в принципе, по пониманию действительности или не подходят. Момент номер два. Я на собеседовании в среднем трачу времени 15 минут, не больше. 15-20 минут, не больше. Мне важно понять, как конструкция работает у человека головного мозга. То есть, что имеется в виду под этим, да? Мне имеется в виду, насколько человек себя не то, чтобы он продает. Вот как раз кто себя продает, мне обычно не подходит. А что человек может рассказать вообще за себя? О том, как он жил, чем он увлекался, мнение, кого он разделяет из отцов современного мира созерцания России, Толстого или Достоевского и так далее. То есть, такие нетривиальные вещи, которые никак не связаны с работой. Обычно человек сразу же попадает в такую интересную модель. То есть, он не понимает, его ни в коем случае не мучают по истории, связанной с его рабочими вещами. А первые вещи, которые он выбивает, из него спрашивают, ну, представь себе, тебе приходит Достоевский или Толстой. То есть, как ты вообще, в принципе, вот, что последовало? Почему ты решил переехать там из Нижнего Новгорода или из Волгограда? Ты приехал в Москву, ну, там вот, в сознательном возрасте, да? То есть, вот такие вот вопросы, которые, по сути говоря, они именно раскрывают человека. То есть, если у человека за душой нет камней, нет придумок и прочего, он обычно очень честно, со смущением, но это просто отвечает на эти вопросы. И это очень сильно помогает тебе понять следующую вещь. Есть ли химия или нет? Потому что я считаю, что это все белибердятина в виде, там, долгих размышлений. Нужно первично понять, тебе с этим человеком работать. Есть ли химия или нет? Ну, а дальше у тебя есть всего 90 дней для того, чтобы вообще понаблюдать за человеком и понять, этот человек с тобой в команде или нет. Замечательные западноевропейские компании принесли в Россию одну полезную вещь. Ну, консультанты, по крайней мере, из этих компаний. Маккензи, Бостон Консалтинг Группы и прочее. Я к ним, конечно, с большим скепсисом отношусь, но они принесли несколько очень полезных вещей. Вот одна из полезных вещей, на мой взгляд, это история связана с 90 днями. То есть, 90 дней отработали. Если нет, то люди расходятся и все. Ну, то есть, если ты пекарь, ну, ты пекарь, ну, ты не маркетолог, да, там, или ты финансист, ну, ты не маркетолог. Ну, вот так вот произошло. Это нормально, это стоит признать. Нет, ну, это же для обеих сторон работа. Может быть, и там тебе комфортно работать человеком, а у меня комфортно с тобой работать. Абсолютно верно, да, 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 абсолютно верно. То есть, вот это вот очень классная, очень классная вещь. Поэтому, на мой взгляд, само по себе собеседование – это минимум времени, исходя из твоей подготовки, которую ты сделал до, и исходя из того, что у тебя правильно строится после. Потому что вот в эти 90 дней раскрывается человек, да, то есть он раскрывается. У меня даже есть такой курс молодого бойца, который я лично придумал уже в Ростелекоме для того, чтобы люди очень хорошо входили внутрь команды, чтобы они команду, а, усиляли, и, б, команда им больше отдавала. То есть у меня таким образом построена и работает вот эта вот связка. Кстати, вот по поводу, ну, получается, майндсет, да, как человек, ты его проверяешь, как скажем, в реальном режиме, но на такие вопросы сложнее подготовиться. Ты либо скажешь что-то, либо не скажешь. Можно пробовать придумать там, но это сложнее. Просто вот я возвращаюсь к началу нашего разговора, когда ты говорил о том, что люди спрашивают, реально ли стать там директором по маркетингу, да, без связи. Мне кажется, тоже вопрос майндсет, например, ну, просто я, как я думаю, да, там, это неистинно в последней инстанции. То есть кто-то такой, реально ли, а кто-то такой думает, так, а как это сделать? Не реально ли, а типа, ну, как? Это вообще, ну, это принципиально разные типы мышления. Да, я с тобой согласен, я с тобой абсолютно согласен. То есть у меня, скажу даже, скажу даже следующее, что, наверное, вот, когда я перед собой поставил цель, я хочу быть, я хочу стать директором по маркетингу B2B самой большой компании в России, в области телекома, да, то есть это важный момент, в области телекома, но, пожалуй, если мы с тобой уберем инфраструктурных игроков и оставим IT-банки, то, наверное, вот три, ну, и, наверное, ну, хотя ритейл сейчас у нас особо так не работает с B2B вот сильно, да, то есть фактически с точки зрения вот этой цепочки IT-телеком-банки, вот здесь находятся, наверное, самые сильные директора B2B по маркетингу, ну, вообще в России, да, то есть глобально в России находятся именно вот в этих трёх местах. И вот такую задачу я перед собой изначально ставил. И у меня задача стояла именно как это сделать, да, то есть схематика, какие мне нужно действия сделать для того, чтобы всё подвелось к, именно к этому действию по переходу в конкретное место, конкретное, даже не по переходу, а по тому, как правильно пройти вот этот вот путь, вот этот вот маршрут. Поэтому, если говорить про Ростелеком, то потребовалось, ну, я бы так бы сказал, что я этапы, наверное, делю на, в своей карьере Ростелекома, наверное, на два этапа, на таких больших. Первое – это внутренняя такая подготовка, переустройство всего маркетинга, помощь продажам в создании правильного клиентского пути, в создании правильного взаимодействия с клиентами, в изменении понимания того, что клиенты, кто является для вас главным, да, что клиент является главным, что у тех же самых директоров B2B продаж на территориях должны быть мысли и мозги стартаповца, предпринимателя, потому что это очень важно. Очень важно вот эти все изменения. Мы прошли этот путь, ну, буквально, наверное, за полтора года. Вот этот вот путь очень большой мы прошли за полтора года, и все это вылилось в большой ребрендинг, в большой ребрендинг-компании. То есть, фактически, там, с одной стороны люди видят, ну, что там, ушко поменялось на коврик. Ну, как бы, но на самом деле изменилось вообще, вот за эти полтора года мы изменили очень большое пространство вообще внутри Ростелекома, да. То есть, я буду говорить за B2B, но вот изменения были просто колоссальные, да, там, начиная от сотрудников, заканчивая взаимодействие с клиентами и с коммуникациями внутри. Мне, кстати, вот стало интересно, вот, ну, вот у тебя такой большой карьерный трек, там, ну, как объяснить, ну, скажем, ну, я про то, что сделал много вещей, чтобы оказаться там, где ты сейчас есть. А что вот тебе сейчас драйвит? Ну, вот, ну, просто понимаешь, там, как это, дошел до какого-то хорошего уровня, а вот дальше что тебе драйвит? Потому что, мне кажется, ну, не получается ли в том, что мотивация находится сложнее? Понимаю, что тебе интересно, чем ты занимаешься, это, безусловно, видно. Но вот что-то же еще должно быть, нет? Или мне это кажется? С точки зрения драйвит, ты знаешь, смотри, у меня сейчас такая очень интересная история, очень интересный момент, я в Ростелекоме зашел на третий цикл, на третий цикл, как я его разбиваю, я тоже разбиваю по циклам свое взаимодействие с компанией, работаю внутри компании, и вот третий цикл, первый цикл был изменений внутри, который в финале вишенкой произошел ребрендинг, в частности, очень большой ребрендинг, который касался именно B2B-отсека, то есть я настаивал на том, что B2B должен иметь свою айдентику, свое позиционирование, свою мысль основную, то есть это для меня было супер важно, чтобы это как система осталась после меня, не важно, что со мной произойдет, а эта система должна остаться, потому что это правильный подход к работе с ДНК-компанией, с позиционированием и с созданием совершенно нового вектора внутри компании. Второй этап, это как раз внешне большая игра, которую я первоначально вот совершенно по-новому для себя переосмыслил, это история, связанная с тем, как мы создавали вот это вот новое позиционирование, как мы играли разными с помощью различных компаний внутри, то есть компания, я имею в виду федерального масштаба, как мы делали переход от триггер продуктов киллер-офером, то есть совершенно другой подход, когда ты начинаешь опережать рынок и играешь такого условно Стива Джобса только в области телекома с точки зрения именно правильной подачи продуктов, которые не ты выдумал, но ты их правильно упаковал, такие как видеоаналитика, речевая аналитика, там цифровые экраны и прочее, да, то есть всем же известно, что смартфон не Джобс придумал, да, то есть как бы здесь нужно быть четко с этим пониманием, но он правильно его упаковал первый. Вот, и вот этот вот второй цикл, он был именно настроен на то, чтобы создать вот этот вот новый вектор. Третий цикл, в котором я сейчас зашел, и то, что меня сейчас драйвит, это история, которая связана в первую очередь с тем, что я задумал очень большой проект, то есть мы, ну сейчас расскажу вкратце, что это за проект, да, задумал очень большой проект, который поможет большому количеству предпринимателей в России видоизменить свой бизнес. То есть вот так буду широкими, широкими мазками говорить, мы придумали первую в России мобильную образовательную платформу для предпринимателей. То есть понятное дело, что различные типы образования, которые сегодня могут предприниматели получить, их довольно много, да, там называют, начиная там от лайк, значит, Аяза, да, заканчивая историей с бизнес-школой Сколково, да, то есть они совершенно разные. Но здесь есть ключевая проблема, которую мы выявили, и которую мы сейчас видим, что на предпринимателей из малых и средних городов России до 500 тысяч вообще никто не обращает внимания. Между делом количество предпринимателей в малых и средних городах России составляет примерно 65% от всего объема, который есть в миллионниках в Москве и в Питере. Да, то есть это огромный кусок, на который сейчас никто не обращает внимания, никто им не помогает развиваться. А я уверен, что с помощью развития этих предпринимателей, какие бы они ни были консервативные, те, кто только хочет начать свой бизнес, те, кто уже на рынке 8 лет, те, кто на рынке только там полгода, с помощью полезного, правильного контента, который сегодня есть деструктурированный в мире цифрово, его можно структурировать, его можно подать правильно, как первое, второе, третье, да, и его можно правильно начать использовать в развитии своего бизнеса, да, то есть сегодня цифровые технологии, сегодня цифровое образование позволяет тебе переосмыслить свой бизнес и перезапустить его, причем начав реально становиться масштабировать, да, то есть горизонтально, вертикально, неважно как, но это возможно. И поэтому вот основной драйв, например, этого года, для меня на полную катушку запустите вот эту вот первую мобильную образовательную платформу, она у нас называется бизнес-драйв-академия, да, ты сейчас говорил про драйв, да, вот я тебе возвращаю бизнес-драйв-академия, куда у нас вот в эту академию у нас входит образовательная часть, просветительская образовательная часть у нас входит, мы сейчас делаем досъемки лайв, ток-шоу, влога, который будем активно размещать на ютубе, это в большей степени развлекательно-просветительская, да, история, и еще плюс мы довольно хорошо понимаем, как делать большие и малые, средние мероприятия оффлайн и онлайн и гибридного типа в малых и средних городах России, то есть нам, мы научились это очень хорошо делать. Это большой труд мероприятия, я просто организовал 15 лет. Очень большой. Это прям, это кажется, знаешь, как говорится, с деревьями леса не видно, и такой думаешь, что такое организовать мероприятие, попробую тебя организовать, даже вот я локальные делаю на 50 человек. Это очень тяжело, и, конечно, я, честно говоря, был счастлив, вот в прошлом году мы делали гибридный формат, порядка 70 тысяч онлайн-подключений в онлайне, порядка трех тысяч в юбилейном в Санкт-Петербурге мы собрали, то есть полный зал, и, ну, и с точки зрения контента, и с точки зрения направленности вектора, мы, конечно, получили просто там сумасшедшую обратную связь, и понимаем, что вот в эту сторону нам тоже следует идти. Вот, то есть у нас, у меня такой гигантский, большой, монументальный проект, который я очень сильно хочу запустить, такой Транссиб для меня, это история, связанная с образованием предпринимателей, с помощью предпринимателям, потому что я уверен, что только предприниматели в России смогут построить цифровую экономику. Ну, потому что они пассионарии. И они могут менять действительность в России. Я уверен, что цифровую экономику можно построить, у нас невозможно, на мой взгляд, революция цифровая сверху, в силу разного рода причин, в том числе причин, потому что мы в мирное время живем, я перед этим говорил, мирное время всегда в России расслабляет бюрократию чиновников, всегда, если говорить больше, даже, наверное, отчасти и развращает. Вот. А когда мы говорим про военное время, это одни из самых лучших спецов. Кстати, между нами девочками говорят, да. Но сегодня мирное время, ну, реально мирное время, несмотря там на разные наши участия, гибридные и прочее, 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 оно мирное, да, довольно мирное. Вот. Это все-таки не холодная война. Так вот, что я считаю, я считаю, что всю цифровую экономику и цифровую революцию можно сделать исключительно снизу. Да. У меня есть перед глазами очень классный, хороший пример, который, который прям перед глазами стоит, и я его прям вот видел, как бы чувствовал. Когда в 2012 году интернет, доступ к сети интернет вырос просто в разы, да, то есть фактически появилось очень хорошее 4G, появилось очень хорошее фикса, оптоволокно, да, произошла революция. Но не телеком ее возглавил сверху. Да, революция, я в частности говорю про B2B, да, цифровых решений, которые компании цифровые начали создавать, да, то есть простой пример, Битрикс24, АМСРМ, Мой склад, Манго, офис и прочие, прочие, прочие компании, они фактически вот из этого маленького бизнеса, микробизнеса, они начали создавать правильные решения для бизнеса, да, для предпринимателей, для малого, для микро, для среднего бизнеса. И вот эту всю историю упустил телеком. Фактически такая же история, на мой взгляд, возможна с предпринимателями, когда они становятся опорой для развития конкретно России и цифровой экономики в России. Я уверен, что это возможно, и я уверен, что это можно и нужно строить из малых и средних городов нашей страны. Я уверен в этом. А для этого им необходима помощь. Но я придерживаюсь следующей позиции, что эта помощь должна быть в формате удочки, а не рыбы. Потому что тот, кто хочет держать удочку, он должен ее получить. Рыбу он поймает сам. Тот, кто хочет рыбу, он никогда не будет держать удочку, и, значит, его все устраивает. Я согласен. Вообще, на самом деле, мне кажется, я вот сколько не общаюсь, но мне очень много разных запросов прилетает, как я занимаюсь продавцами. Знаешь, иногда... Как это сказать? Во, кстати, хороший пример есть. Ну, не совсем, но так. Был недавно в одной группе, и там пишут, мы ищем продавца. Денег у нас нет платить, но мы продаем красную икру. Будем платить бартером. Там чувак посчитал, говорит, ну там, я там сто и столько-то, например, да, там. Это получается, там, 7 килограмм икры, я столько не съел. Ну и про то же, ну, я очень согласен с тем утверждением, что, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Время, интерес, вовлеченность. И это, кстати, вот по поводу вот найма людей, например, да, когда я там нанимаю куда-то там, я всегда смотрю, вот, знаешь, чтобы человек сделал чуть больше, чем надо. Вот там пришел там человек, мы вчера собеседовали человека, он прочитал все про компании, задал глубокие вопросы, реально глубокие, по продукту, задал правильные вопросы. Хотя там, ну, как бы, ну, я знаю, кого я зову, конечно, там, второй этап был, сел, но все-таки. То есть он показал, как он делает свою домашнюю работу. Ну, то есть, вот, как ты говоришь, прочитал, ты прочитал резюме, да, и как бы, ну, и не могу сказать, что, ну, меня, скорее всего, впечатлило бы то, что человек перед собеседованием просто читал резюме. Потому что, по факту, большинство людей этого не делают. У меня даже там был кейс, когда у меня кантри-менеджер знакомый пришел устраиваться в одно место, не буду называть. И там человек просто взял резюме и говорит, ну, расскажи про себя. Он говорит, я пошел. Ну, типа, в чем смысл? Просто не будем, давайте друг с другом, типа, ну, просто это не мое. Ну, как бы, без хейта, без ничего. Вот, поэтому, мне кажется, вот это вот умение сделать чуть-чуть больше, как, знаешь, вот у нас любят, я в позапрошлом выпуске, по-моему, обсуждал, когда сервис что-то накосячил, нужно дать чуть больше ожиданий. Ну, чтобы вот это. Но у нас почему-то до сих пор многие с этим не смирились. Не понимают, да. Да, ну, я надеюсь, что парадигма будет меняться, и сервиса в том числе, потому что, ну, мне кажется, ну, все возможности для этого есть. Вопрос вот как раз майнцета, о чем мы говорим. И как раз предприниматели и профессиональные могут с этим работать. Я же вот, например, ну, вот ты говоришь там, да, предприниматели. Я всегда, например, когда бывает, там, не знаю, захожу в кофейню какую-нибудь, не локальную, и я вижу, что ребята реально стараются. Им прям, ну, а как вот они конкурируют с теми, у кого там куча сетевых. Им как бы либо конкурировать, либо умереть. Либо умереть. Да, и как бы вот этот вот шаг они делают. Там, ты приходишь и не знаю, там, ну, вот даже вот я прихожу у себя в кофейню на районе, они знают, типа, что я пью, там, ну, там, у нас есть какие-то там small talk темы. Вроде бы все это мелочи, но эти мелочи выстраиваются. То есть я бы, например, я не хожу туда, потому что там шестой кофе бесплатно, а хожу туда, потому что там классный барист, например. Да, да, да. Ты знаешь, это вот такая вот очень интересная история. Сейчас, одну секунду. Ты знаешь, очень интересная история. У меня есть недавно мой тренер по ОФП мне задал вопрос. Он мне сказал, слушай, ты знаешь, вот зачем ты ходишь в барбар-шоп к определенному человеку и так далее? Я говорю, слушай, я не в барбар-шоп хожу. Я сам себя могу покромсать, это вообще никаких проблем нет. Тем более, что с моей стрижкой это вообще без проблем, да. Там даже собачью взять, значит, эту подстригалку, и я все себе сделаю. Здесь вопрос в другом. У нас есть small talk, мы можем поговорить о том, о сем, о третьем, пятом, десятом. И получается так, что мне мой фактический человек, который меня стрижет, он мне заменяет поездку длительную куда-то, когда ты сидишь в самолете или там в сапсане и разговариваешь с человеком, который едет с тобой, которого ты сто процентов никогда больше не увидишь. А здесь история такая, что ты встречаешься, ты можешь себя организовать то же самое, но только ты можешь чаще встречаться. И вот это вот тоже такой очень важный момент, когда у тебя выстраивается вот эта вот химия отношений как раз вот с людьми, которые работают в том же самом там малом бизнесе, да. У тебя происходит эта химия, и ты ходишь к ним действительно не за шестым кофе. Ты ходишь к ним, потому что у тебя это вызывает определенные эмоции, да. То есть ведь глобально, если мы говорим про мир маркетинга, то он изменился в сторону прежде всего контентно-сервисной экономики. То есть, по сути говоря, контент рулит всем, начиная от упаковки, заканчивая продвижением. То есть он царь сегодня, с одной стороны. С другой стороны сервис. То есть история, связанная с сервисом, является основой для развития любого бизнеса. Потому что если ты в сервисе не будешь предвосхищать ожидания клиента, или же ожидания клиента в самой нижней точке, когда клиент видит твой факап, факапы будут у всех, это нормально. Это нормально абсолютно явление. Как работаете? Абсолютно. Да как ты работаешь над исправлением этого факапа? Вот это вот ключевой момент, на мой взгляд, во взаимодействии любого человека, который, собственно говоря, работает, есть, работает и несет за собой что-то важное для кого-то другого. То есть работает на потребительском рынке, потребительском или B2B рынке, ну неважно где. Не, ну это да, это важно. Клиент-ориентированность, я считаю, у нас, как говорится, есть куда расти. Но, опять же, я вот встречаю там разные примеры, когда люди действительно, ну, наверное, чаще это все-таки, к сожалению, на мой взгляд, относится к небольшим компаниям, потому что у больших компаний есть процессы, и процессы больших компаний, которые у нас струнная клиент-ориентированность, это небольшое количество компаний. Ну, тут вкус его есть, например, там, ну там, ты там пришел, там, не знаю, там, я писал вот там с Валерием, разговариваемый подкаст, ты пришел, у тебя еда не понравилась, без чека ее сдал. Классно, круто там. Очень круто. Все-все работает, и я могу так по себя сказать, например, там, что я ни разу во вкусе, мне не нахамили, ни разу ничего такого. У меня, ну, я даже думаю, ты ни разу не сдавал еду. Да. И я тоже не сдавал, да, но вот эта вот история, связанная с тем, что это возможно, нас с тобой триггерит по полной программе, то есть это очень круто. Не, ну там вообще, на самом деле, я считаю, что это уникальный бизнес в плане того, что у них очень маленькая текучка, а у них, по сути, ритейл. И ритейл, в ритейле там до 40% текучка, там, линейного персонала. И это, конечно, круто. Вот, хотелось бы, чтобы компании все-таки становились более клиенцентричными. И, ну, то есть они построили, на мой взгляд, как мне кажется, да, то есть они сделали процессы такими, в которых люди могут, ну, как бы, в которых компания ведет себя так, что не нужно менеджеру придумывать что-то, который решает какие-то вопросы, а у него просто есть четкие установки, как сделать клиент хорошо. Я думаю, ты знаешь, я думаю, с учетом… Хотя ДНК тоже очень сильно влияет, да. Я думаю, с учетом конкуренции, вот тот момент, который называется клиентоориентированность, она в клиентоцентричность рано или поздно у крупных, больших компаний перейдет 100%. Вот. Потому что это просто вопрос времени. Это вопрос времени и вопрос конкуренции и выживания этих компаний в этой новой действительности. Потому что, ну, вот компания «Вкус Вилл» показала, как из маленькой палатки, из теремка можно вырасти до сумасшедших оборотов, показав при этом правильность взаимодействия между внутренними сотрудниками и внутренними действиями и внешней конфигурацией взаимодействия с рынком. То есть это уникальная синергия с учетом того, что у них действительно минимальное количество сотрудников, которые куда-либо передвигаются, уходят, да. То есть это говорит о том, что организм и внутри абсолютно здоров. Да, не, ну это круто. Но я уверен, что будет качество… Просто же, ну, как это говорится, вот многие рынки выжигаются, да, вот есть там, ну, Телеком, да, тоже суперограничный рынок. Не знаю, есть там рынок банских продуктов, там, кредитных карт и прочего. И тут уже, ну, сейчас идет борьба за каждого нового клиента, потому что количество клиентов ограничено, планы у всех, они меньше не становятся. Абсолютно. И, кстати, у меня был такой кейс, я когда работал с КНГ, это было очень забавно, у нас там было, как бы, собрали, короче, руководители групп, там, и СУЗОВ, и говорят, вот мы хотим вырасти в пять раз. Первый вопрос, который задал один из руководителей, говорит, а есть ли объем рынка? Вы посчитали? Говорит, ну, типа, просто чтобы что? Ну, типа, ну, вырасти мы в пять раз. Это дойный коровый, ее можно выдавить, окей. А если мы не сделаем, понимаете, какой это колоссальный стресс для любого руководителя? Ну, то есть даже если это ОКР, мы не говорим, что это там KPI, но в целом мы же все достигаторы, вот, и как бы, и рынок все равно, он очень определен. Ну, вот они сейчас уже диверсифицировались, они там другим прописием обучают математику, там, сделали такой вопрос. Но просто сам по себе вопрос, который надо было себе задать изначально, а есть ли такое количество потенциальных? Да, да. И вот многие себе этот вопрос не задают. И на самом деле это очень интересно, потому что, когда вот приходят, бывает, на конституции разные бизнесы, понимаешь, что у него там потенциальных клиентов тут 500. И ты должен очень определенно общаться со всеми, очень. Ну, вот выжигание рынка, это прям, это больно. Поэтому я и говорю, что, понимаешь, очень жаль, что во многих компаниях России пока не понимают, что маркетинг – это реально наука о рынке, что современный маркетолог – это не про хлопушки, игрушки и прочие финтифлюшки. Давайте подарочные сертификаты сделаем. А это очень про конкретные вещи, которые он должен уметь делать. То есть фактически, на мой взгляд, современный маркетолог – это советник генерального директора в области стратегической линии того, что необходимо делать компания. Потому что, по сути, у него нету истории, связанной с только коммерческой деятельностью, у него нету истории, связанной только с финансовой деятельностью, нету истории, связанной только с логистической деятельностью, с еще чем-то, да, то есть с цифровой деятельностью. У него есть все. Он обладает всеми знаниями внутри и снаружи. Поэтому здесь история заключается в том, что, на мой взгляд, современного маркетолога сегодня в России часто недооценивают. С одной стороны, и с другой стороны Сама по себе профессия недооценивает То есть локально маркетолог начинает заниматься А я вот буду заниматься вот этим Вот этим Продвижением и съемками и все Маркетолог может быть, да я понимаю Это очень разное Ты можешь совершенно полярными вещами заниматься В двух разных компаниях, это первая история А вторая история, не знаю конкретно ты Может быть ты кстати подскажешь Меня недавно спросил знакомая, куда поучиться на маркетологу Я не знаю, честно Я могу тебе сказать, что вот у меня есть знакомые Которые работают, и они занимаются реально диджиталом Вот иди к ним учениками Вот это рабочая тема А все остальное я не знаю Ты знаешь, смотри, здесь на мой взгляд Три вещи, которые можно сделать Исходя из моего знания Я просто в прошлом году как раз занялся Довольно обширным преподаванием Будучи, естественно Оперативным сотрудником Поэтому до конца я не могу Этому отдаваться на 100% Но меня приглашают в разные места преподавать Какие-то кусочки Где-то большие кусочки, где-то малые кусочки Где-то семинары, где-то лекции и так далее Мастер-класс На мой взгляд, у маркетолога Должны быть заполнены В области знаний Три конкретных, собственно говоря Направления Первое направление Для того, чтобы быть хорошим маркетологом Нужно обладать базовыми хорошими знаниями То есть Никто не должен выкидывать Клода Хоппинса, Дэвид О. Гилви И прочих мастодонтов Пиар Связи, коммуникации, рекламы То есть Нужно вот эту вот историю Связанную с пионерами Подхода маркетингового, рекламного подхода Которые хакнули свою систему В свое время В 50-е, в 60-е, в 30-е Нужно понимать Почему? Потому что часто Вот этих вот именно базовых знаний Не хватает Базовых знаний Действительности Что любой вложенный рубль Должен возвращать 2 рубля Такие вещи Они очень важны Для современного маркетолога Понимания Поэтому Первое Это базовые знания Которые можно получить из книг Книг сейчас довольно большое количество И лучше читать классиков То есть Через классиков Ты можешь понять Антологию маркетинговой мысли Это с одной стороны С другой стороны По поводу образования Здесь я считаю Что в принципе Современная классификация Различных курсов Она дает Вот системное годовое образование Маркетинга Нужно получать 100% 100% Куда идти В Плехановку Высшую школу В бизнес-школу Сколково Или в Нью-Эйдж Нотологию Значит Куда-то Там Скиллбокс И так далее Здесь очень многое зависит от кошелька Возможности кошелька Да Как мы с вами вызываем Яндекс.Такси Да У нас есть премиум И есть у нас с вами Значит Не премиум Да А там Эконом Это конечно Очень большая разница Но здесь нужно скорее понять Какое направление тебе нужно Насколько оно узкое Или насколько оно широкое Хочешь ли ты изучать бизнес-стратегию Или же ты хочешь изучать Конкретную историю Связанную с рынком маркетинга Битуби Потому что рынок маркетинга Битуби Та же самая Кью Академия Значит Может очень хорошо рассказать В течение там трех месяцев Да То есть Как это делать Но Очень важный момент Какие бы не были Эти академические знания Хорошие Третий момент Их нужно применять на практике И здесь без вариантов Нужно идти в Обязательно Нужно идти практиковаться Любыми доступными способами ГПХ Нетрудовой договор Помощник И прочее Я так начинал И я уверен Что это самый лучший метод Я даже сейчас приведу пример Очень классный У меня Работал Сотрудник Который в этом году В прошлом году Пришел ко мне в июне Я ему хотел повысить зарплату Ну прилично Повысить зарплату Плюс 30% Значит Потому что он заслужил Молодец Хорошо работал Он ко мне пришел Сказал мне Сережа Ты знаешь Я не хочу повышения Я ухожу Я здесь в шоке Я говорю Почему Что тебе не нравится Ты в коллективе Душа коллектива Он говорит Ты знаешь Я хочу конструировать И сам делать Мобильное приложение А для этого Мне нужно Обучиться этому А я не хочу забивать На работу Той которой я сейчас У тебя занимаюсь Мне нужно обучиться И б Мне нужно пойти Стажером В какую-то крупную компанию Для того Чтобы вот эти кнопочки Фигопочки И все остальное Пилить в мобильных приложениях Если честно Если сказать Что я был в шоке Это ничего не сказать То есть я был Ну то есть Чтоб ты понимал Там у человека Есть ипотека Там молодая супруга И так далее Он не москвич Да Если честно То есть я изначально От этого обалдел Но потом проанализировав Я понял Что на самом деле Я же по сути говоря Делал похожую вещь Когда переходил в маркетинг То есть меня там Никто не знал Ничего не было Ничего не происходило Мне просто было интересно Вот в этом Вот во всем Мне кажется Таким подходом И человек все хорошо будет Ты знаешь Да Ты знаешь Вот самое смешное Что он сейчас Отучился уже В двух курсах И сейчас попал В Сбер На вот В одну из компаний Сбер Икса На вот конкретно На конкретную Есть похожий пример У меня есть товарищ Миша Он там долгое время Работал юристом То есть с точки зрения Со стороны Решал споры Короче С работниками Со стороны компании Вот И он такой Я хочу стать продактом Пошел на продакт университи Отучился Там никто не трудоустраивает После этого Миша там Не отчаялась Ходил на стажировки Всякие там что-то Мы с ним познакомились Вообще в чатике В одном Он просил Кто-нибудь знает аналитиков Мне нужно по питону подсказать Я до этого работал В компании клевердат И как раз у него было Много знакомых аналитиков Там Data science Кого хочешь В общем я с ним познакомился И он в итоге Устроился на работу Как он устроился Он искал компанию И писал Он просто там В холодную Сам И он Делал тестовые задания Которых не было Как бы он сам их видел И он просто Всех задал И устроился на работу В работу Короче Все нормально Там на June Product Отстажировался Отработал Но есть нюанс Что он ушел Он стал Как бы у него Жена Занимается Дизайн интерьеров И он ушел Как бы стал Предпринимателем Опять же То есть Помогать Это не проблема Это как раз Это круто Это скорее Его подтолкнуло К тому Что действительность Его развития Она вот в этом То есть И это важный момент Потому что Часто бывает так Что мы Сами Предприниматели Да Да Но имеется ввиду Что видишь Как бы Изменив То есть Ему что-то Не нравилось И он был Зависимым Вот к этой Конкретной Историей В какой-то момент Времени Он понял Что он хочет Быть независимым Принял решение Вот здесь развиваться И потом В какой-то момент Времени Он понял Блин Ну все Я понимаю Что это вообще Как бы тема Вообще Корпоративная Не моя Я хочу Быть сам себе Хозяин Заниматься Предпринимательской Действенности И прочее Мне нравится Конструктивно Не согласны Люди Да Это очень классно Это Действительно Очень круто Поэтому я и говорю Что на мой взгляд Предприниматели Это будущее На мой взгляд Слушай Ну у нас потихонечку Время подходит к концу Я наверное Зам тебе последний вопрос Вот Нас в основном Слушают Битвы продавцы Так или иначе Эти роли Как бы они назывались Там Ньюбис менеджер Ну вот все Не знаю Там Камы там Все перемешаны Там Би Диар Аккаунт экзектив Какое Пожелание От тебя Им Ну там Предприниматель нас тоже Слушает Ну в основном Короче Битвы продавцы И руководители Вот пожелай что-нибудь Ребятам Именно Битвы продаж Битвы менеджер Нас слушает Ты знаешь Я бы сейчас ребятам Пожелал бы Поскольку Я очень неплохо Понимаю тренды рынка Куда он движется Я хочу сказать следующее Что Сегодня Глобально Рынок продаж Очень сильно меняется То есть Это видно И с точки зрения того Что Все пользователи Уезжают с сайта В социальные сети С одной стороны С другой стороны Очень хорошо Точнее даже не так Все пользователи с сайта Уезжают в маркетплейсы Это первый тренд Который сейчас виден Который сейчас реально Очень сильно стал заметен То есть Мы вот прямо Это реально заметили А второй тренд Что Со сформированного Интереса Спроса Яндекса И гугла Поколение Переезжает В новые Социальные сети В инстаграм В телеграм В яндекс Зен Тик ток И прочее На ютубчик И так далее В итоге Профессия Менеджера по продажам Модернизируется Она реально Видно Как она Модернизируется И сегодня Нужно понимать Что Если ты Занимаешься Телефонными Продажами Или face to face То тебе нужно Менять Вообще Своё взаимодействие Работу с клиентами То есть Если ты хочешь Всегда быть Актуальным И оставаться В этой профессии То тебе нужно Глобально Уже сегодня Понимать Как использовать Вот эти Все новые Периметры И новые Возможности Которые тебе Дают Мессенджеры Которые тебе Дают Социальные сети Которые тебе Дают Технологии Как тебе Их использовать Для своего Продвижения Для своего Развития Для работы В новом Взаимодействии С клиентами Вот Поэтому На мой взгляд Сегодня Ключевое Для менеджера По продажам Это Актуализировать Свои знания Которые У тебя Сегодня Есть Да Вот Глобальные Знания Которые у тебя Есть Их необходимо Постоянно Актуализировать Вот Поэтому Я считаю Что За актуализацией Данных И за тем Как За использованием Технологии Будущее Любого Менеджера По продажам Вот Поэтому Я уверен Что Вот Это Первая Составляющая Вторая Составляющая Кто бы Куда Бо Не Ходил А Книга Клиента На всю Жизнь Является Вообще Основной Для понимания Действительности Менеджера Литы По продажам Или У тебя Другая Профессия Да То есть Ты Чем-то Другим Должна Заниматься Вот Собственно Говоря Такое У меня Напутствие Для Любых Продавцов Которые Работают В области Продаж И Дистрибьюции Слушай Круто Круто Я согласен Со всем Что ты Сказал Ну что Спасибо Большое Тебе С вами Были Хлеб Подай 2% До Новых Встреч Спасибо Спасибо Друзья Успехов Субтитры